Если вы сладкоежка, если вы не можете остановить свой аппетит, если вы не представляете свою жизнь без жирной еды, но вам так хочется похудеть, приходите ко мне, Лилия Цукер, на базовую группу по снижению веса, буду рада вам помочь. Девчонки, всем привет! Сегодня видео будет очень интересное, видео по запросу моих подписчиков, как же можно немножко сэкономить в нашей профессии. Итак, все из вас знают, что профессия наша очень затратная, требует много времени, много сил, и, конечно же, много финансовых средств на покупку не только материалов, но еще и всяких расходных средств. И сегодня я расскажу, как немножко можно сэкономить, чтобы это было не в ущерб нашей работе. Итак, давайте начнем. Первый пункт в способах моей экономии, я их разделила на три подпункта. Первое, что хотелось бы отметить, это закупка больших объемов баз, топов, жидкости для дезинфекции и так далее. То есть, если вы покупаете вот такую базу объемом 50 мл, конечно же, она будет выгоднее, чем нежели база маленького объема. Соответственно, вы покупаете большую, приливаете в пузырек, если вам удобно, если неудобно, работаете кисточкой, как работаю всегда я. Оговорюсь, что база должна быть обязательно проверенная или топ. То есть, если я пробую какую-то марку, я сначала покупаю маленький объем, если меня все устраивает, вноски и так далее, то уже покупаю большие объемы. Следующее, это недорогие гель-лаки. Бытует такое мнение, что цена напрямую зависит от качества продукции. На самом деле, это совершенно не так. Я не буду сейчас оговаривать марки, но есть у меня гель-лаки, которые, например, стоят 230 рублей и они намного лучше, чем лаки за 400 рублей. То есть, все это познается методом проб и ошибок, либо обзорами других мастеров. Как делаю это обычно я? Я покупаю один-два флакончик цвета. Если качество продукции меня устраивает, то уже я могу купить побольше этой же фирмы. То есть, должно быть хорошее соотношение цены и качества. Если гель-лаки стоят недешево, то они должны быть хотя бы плотные, чтобы был меньший расход по материалу, либо был большой объем. Итак, следующее и всеми наши любимые, это сайт Алиэкспресс. Я считаю, что с него нужно заказывать не все товары для ногтей, а только определенные. Это, например, пластмассовые типсики, щеточки, бафики одноразовые и какие-то материалы некоторые для дизайна. То есть, например, гель-лаки я брать оттуда не хочу и не советую, потому что было очень много спорных моментов, когда на китайские лаки возникала аллергия. Сейчас у нас много гель-лаков российского производства, у которых хорошее соотношение цены и качества. Много из Германии. В общем, выбор огромный, выбирать только вам, пробовать, пробовать, пробовать. Итак, следующий наш пункт, это закупка оптом. На сайтах крупных, таких как имкосметик, красотка про и так далее, вы покупаете не одну, например, пилочку в магазине, а сразу 35 штук. И цена, соответственно, намного меньше. Да, вам придется один раз потратиться, но потом в работе вы уже долгое время не будете приобретать данную позицию. То есть, соответственно, вы на этом экономите очень много, порядка 50%. Также фрезы. Если, например, розничная цена фрезы 150 рублей, то оптовая цена фрезы 70, 60, где-то 80. Все это нужно смотреть и выбирать тоже. Так, следующий пункт, тоже немаловажный, это заточка инструмента. Я думаю, все знают, что инструменты имеют свойство тупиться, и в работе они уже не так хороши. Приобретать новый смысл не имеет, если вы знаете, где хорошо и качественно вам заточат инструмент. Если новые ножнички стоят порядка 1500 рублей, то заточка стоит 250-300 рублей. То есть, экономия, конечно же, тоже налицо. Следующее, что хотелось бы сказать, это про уход. Кому-то, может быть, покажется, что это не экономия, но, например, рассмотрим на примере кисточек. Если кисточки хранить правильно, очищать их и ухаживать их, то кисть прослужит вам долго. Но если вы будете постоянно оставлять в стаканчике кисть с материалом, кисть у вас очень быстро затвердеет, и вам очень часто придется покупать новую. А это каждый месяц 100 рублей, 100 рублей кисть для геля, кисть для акригеля, кисть для прорисовки, для вензелей и так далее. Для всего этого разные кисточки, если их неправильно хранить, это тоже влетает в копеечку. Итак, следующее, это фрезы. Когда вы дезинфицируете фрезу, хорошо промываете ее под проточной водой, потом кладете в сухожар, такая фреза прослужит приблизительно 1 месяц срока ее службы. Если у вас фреза очищается неправильно, ее абразив забивается, и она очень быстро приходит в негодность. И также нужно правильно хранить гель-лаки. То есть, если у вас кабинет или если вы работаете дома, находится с окном, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы на гель-лаки не попадали ультрафиолетовые лучи, то есть солнечные лучи. И также аккуратно ставьте рядом с лампой гель-лаки. Мои гель-лаки все хранятся вот в таких коробочках, до них свет не достает, и они у меня прекрасно сохраняются. Бывает такое, что, знаю, у некоторых было, что оставляли баночку, например, на подоконнике, и гель-лак даже в банке в закрытой застывал. Итак, ну и последнее, самое интересное, это такие мои маленькие лайфхаки, как я экономлю на некоторых средствах. Первое, что я хотела бы вам показать, это вот такие обычные апельсиновые палочки. Здесь их 30 штук целых, и стоят они 50 рублей в фикс-прайсе. Они хорошо заточенные, у них здесь острый кончик, здесь острый кончик, и вообще они, в принципе, качество хорошего. Хватает мне их на 30 клиентов, то есть после каждого клиента палочку я выбрасываю. Еще вот такие полотенчики, тоже в фикс-прайсе, стоят тоже 50 рублей. Их я отрываю, вообще это тряпочки, но их я отрываю и кладу на пылесос и под пылесос, а потом просто выкидываю. Еще пользуюсь вот таким вот экраном, это даже не экономия, а больше безопасность, потому что раньше я работала только в маске, но теперь при спиливании всегда одеваю экран, потому что у меня уже несколько раз было такое, что стразы отлетали прямо в лицо. И последнее, это вот такие чудесные, у меня это безворсовые салфеточки фирмы Zewa. Обязательно приобретайте, если надумаете, только такие. Здесь, в этой упаковке, она стоит в районе 300 рублей, два огромных рулона. Чтобы вы понимали, при намокании, сейчас я покажу, я нарезаю вот на такие квадратики. И при намокании, эта бумажка, с ней ничего не делается, ее комкаешь, а она не разрывается. Безворсовые салфетки, очень много пробовала, и все равно у всех безворсовых салфеток есть ворс. Поэтому я считаю, что только у бумаги нет ворса, и я думаю, вам стоит попробовать, и вы влюбитесь обязательно в эти полотенчики, их хватает очень надолго. При моей интенсивности работы, мне хватило их почти на год. Дорогие девчонки, я очень долгое время работала дома, долго не могла решиться переехать, и, наконец-таки, сняла себе небольшой кабинетик. В следующем видео я расскажу вам, как я здесь все оборудовала, как это сделать с минимальными затратами, но очень чистенько и аккуратненько. В общем, кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok